Мы знаем Мэрлин Монро как главную красавицу Голливуда, но ее жизнь была адом, а в ее честь даже назвали особый вид комплекса неполноценности. Я собрала интересную инфу и кратко вам перескажу. Ее мать и бабушка были психически нездоровые, несколько раз нападали на нее в детстве. Она жила в 11 приемных семьях, в трех из них к ней приставали и населивали отчимы и сводные братья. В одном из случаев ей было 8 лет. В целом она часто и долго принимала ванну, а еще начала заикаться. В юности она сделала несколько абортов, из-за чего в дальнейшем у нее постоянно были выкидыши. В 15 она бросила школу, а уже в 16 она вышла замуж, просто чтобы не жить так, как жила раньше. Уже в первом браке муж часто бил ее, так как не хотел, чтобы другие мужчины смотрели на ее фото. Она даже волосы выбелила, потому что ее уверили, что мужчины предпочитают блондинок. Мэрлин была очень умной женщиной, ее IQ был 160, а в личной библиотеке полтысячи книг, но никого это не интересовало. Всю свою жизнь она оборвалась за право получать такую же зарплату, как и ее коллеги-мужчины, но смогла только незадолго до смерти. Всю жизнь ее воспринимали как товар в красивой упаковке, и даже ее поздравление для президента США заполнилось только облегающим полупрозрачным платьем.